Друзья, у нас сегодня необычный репортаж. Мы вместе с директором концертно-зарежного центра Миллениум, заслуженным артистом России Александром Сиданенко, едем в автобусе, едем мы, собственно говоря, на работу в КЗЦ, а по дороге хотели бы про культурные события нашего города и про культуру в целом поговорить. Александр, как сейчас оцениваете, что происходит в Ярославле, как вам тот уровень, который набирает наша столица Золотого кольца? Мне кажется, что очень много интересного происходит, очень много яркого, необычного впервые. Мы ведь начинаем год театра, и начнется он именно в Ярославле. Отсюда старт возьмет огромная акция из театра Волково, с родины Первого русского театра. Ну, конечно, и у нас тоже происходит много событий. Мы будем принимать участие и в подготовке и проведении открытия года театра, и в проведении всех мероприятий, связанных с годом театра. И также мы не забываем о том, что мы и кинопоказы организовываем для нашей области, мы организовываем кинопоказы для зрителей с ограниченными возможностями, мы приобрели специальное оборудование, и теперь ждем всегда людей, которые хотят не только услышать фильм, но и прочитать субтитрирование, увидеть и понять фильмы в более такой широкой возможности. Это тоже очень важно. Ну, кроме этого, конечно же, у нас Новый год впереди, и мы ждем наших маленьких зрителей на новогоднюю сказку. В этом году она называется «Легенда о ледяном великане». Мы ждем всех любителей легкого, изящного искусства оперетты на сказках Венского леса. Ну и, конечно, всех ярославцев, всех жителей мы ждем в новогоднюю ночь, где будут потрясающие шутки, потрясающий юмор и потрясающие исполнители. Группа «Республика» и «Рэпермод». И мод даже. Да. И молодежь должна видеть лучшие проявления, лучшие образчики искусства, музыкального, театрального, хореографического, визуального. У нас будут очень интересные выставки. Даже выставка, вот сегодня мы как раз проговаривали с коллегами, «Выставка каллиграфических работ». Это тоже высокое искусство. Оно уходит корнями. Красиво писать это очень сложно. Да, это очень сложно. Это искусство, которое уходит корнями в глубокие годы далекие. Но вот мы покажем, у нас в КЗЦ на двух этажах будет эта выставка развернута уже осенью следующего года. Друзья, мы хотим немножко приоткрыть вам все-таки секрет, почему мы находимся в автобусе. Этот автобус забрендирован цветами, на нем нанесено красивое покрытие, которое рассказывает ярославцам, что у нас есть такой замечательный концертно-зрелищный центр «Миллениум», ну и, соответственно, приглашает их туда. Важно ли проявление внешнее, важно ли, скажем так, по-хорошему рекламировать культуру? Сегодня молодежь ведь черпает познание, черпает информацию из интернета. И, конечно, очень важно сегодня разговаривать с нашим зрителем, с нашим посетителем, именно там, где ему удобнее, где ему привычнее. Поэтому у нас есть, помимо нашего сайта, и странички во всех социальных сетях. Поэтому мы объявили акцию, которая называется «Я в КЗЦ». Вот мы с вами едем в КЗЦ. Я в КЗЦ. Я в КЗЦ, конечно. И те, кто из наших зрителей захотят принять участие в этой акции, они смогут сфотографироваться. У нас стоят такие огромные буквы, хэштег «Я в КЗЦ». Они сфотографируются, они выложат это на социальных страничках на наших. И у них будет возможность выиграть пригласительные билеты на самые разные мероприятия в нашем центре. Я думаю, что это тоже интересно. И, конечно, нам бы хотелось, чтобы молодежь, которая через буквально несколько лет станет основной силой нашей страны, это люди, которые будут растить хлеб, учить детей, лечить нас с вами, которые будут создавать тоже какие-то произведения искусства, чтобы сегодня они понимали. Мы разговариваем с ними на одном языке. Мы стараемся прийти к ним на самых доступных и возможных ресурсах, в том числе и в интернет-пространстве. Ну и автобус, конечно, он тоже напоминает, как все-таки наш сайт найти, как и на страничке на наши зайти, ВКонтакте или в Инстаграм, посмотреть, что у нас проходит, принять участие в каких-то акциях, может быть, предложить что-то свое. Мы всегда открыты, ведь мы же существуем только для того, чтобы культурная составляющая нашего края, нашего города, она изменялась, она улучшалась, она становилась более интересной. Отлично, спасибо огромное за такое необычное интервью, за необычное место для него, которое мы с вами совместно выбрали. Ну что, мы уже готовимся выходить, скоро наша остановка. А вам, ярославцы, хороших зрелищных событий во всех очагах культуры нашей области, в том числе и в концертно-зрелищном центре «Миллениум». Спасибо, я в КЗЦ. Я в КЗЦ. Субтитры подогнал «Симон»!